В 1982 году на советские экраны вышла новая комедия Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». История не слишком удачливого пианиста и побитой жизнью официантки тронула зрительские сердца. В жизни главных и второстепенных героев все запутано, никто из них к зрелому возрасту так и не обрел личного счастья. А вот судьбы актеров сложились по-разному. Давайте узнаем, кто супруги артистов в реальной жизни и как они выглядели. Олег Басилашвили, Платон Рябинин Будучи студентом школы-студии МХАТ, Олег Басилашвили женился на красавице Татьяне Дорониной. Увы, спустя 8 лет этот брак распался. Точек соприкосновения у молодых супругов оказалось слишком мало. Свою настоящую судьбу Басилашвили встретил во время работы над телеспектаклем, музыку к которому подбирала редактор Галина Мшанская. Правда, скромный Олег не сразу решился пригласить понравившуюся девушку на свидание. Подбодрил его актер Сергей Юрский. Однажды друзья встретили Мшанскую в метро и Юрский, любивший всякие каламбуры, сказал Олегу, что Мшансы его на успех велики. Басилашвили начала ухаживать за Галей и действительно она отнеслась к этому благосклонно. У нее тоже имелся опыт неудачной семейной жизни, росла дочь Ольга. Он производил очень приятное впечатление, эрудированный, красивый, вспоминает Галина Евгеньевна. Олег с Галиной стали жить гражданским браком, а через два года узаконили отношения. Пышных торжеств не устраивали, просто расписались. В то время Басилашвили был малоизвестным актером с маленькой зарплатой, но для Галины он был самым лучшим мужчиной на свете и судьба вознаградила их за понимание и терпение. В Большом драматическом театре Басилашвили стал получать главные роли, а там и кинорежиссеры оценили его талант. Жена стала для него лучшим другом, советчиком и помощником. Сразу после рождения общей дочери Ксении Галина Евгеньевна сильно заболела и всю работу по дому взял на себя муж. Причем он воспринимал это не как тяжкую ношу, а как счастье. Сегодня обоим супругам по 89 лет живут они под Санкт-Петербургом. В их доме в Репино всегда царит уютная и комфортная атмосфера. Говорят, любовь живет три года. Это бред, я люблю свою жену с каждым годом все больше. Ни о каких угасаниях чувств речи быть не может. Взаимная поддержка и полное доверие, сказал в одном из интервью Олег Валерьянович. Людмила Гурченко, официантка Вера. На счету суперзвезды советского кино несколько официальных и гражданских браков. Ее мужьями были кинорежиссер Василий Ордынский, сценарист Борис Андроникашвили, актер Александр Фадеев, знаменитый певец Иосиф Кобзон, пианист Константин Купервейс. С последним супругом, продюсером Сергеем Сениным, Людмила Марковна была по-настоящему счастлива. Они познакомились, когда, разведясь с первой женой, Сенин вернулся из Израиля в родную Одессу и основал кинокомпанию. Времена настали сложные, союз разваливался, кинематограф умирал. Поэтому Сергей с радостью принял поступившее из Москвы предложение о продюсировании картины «Секс-сказка». На главную роль была приглашена Гурченко. «Я увидел фантастической красоты женщину, опешил, анимел, подарил цветы, после съемок проводил до гостиницы», – вспоминает Сенин. Прошел год, и Сенина попросили помочь в организации гастролей Гурченко в Израиле. Еще через год Сергей осмелился предложить Людмиле Марковне совместную программу на российском ТВ. Кстати, название «Люблю» придумала сама Гурченко. «Люся всегда была прекрасно выглядевшая, роскошная, аж дыхание перехватывала. Но я увидел очень одинокого человека», – делится Сенин в своих воспоминаниях. Несмотря на огромную 25 лет разницу в возрасте, Сергей всегда чувствовал себя старше Люси. Пожалуй, впервые в жизни строптивая артистка позволила своему мужчине стать главой семьи, принимать все важные решения. Возможно, 32-летний Сергей чем-то напоминал ей горячо любимого отца. «Хотите – верьте, хотите – нет, мы не уставали друг от друга. Конечно же, ругались, могли повздорить до битья тарелок, но ровно через три минуты все заканчивалось», – рассказал Сенин уже после смерти великой актрисы. Сергей сумел найти общий язык с Машей, дочерью Гурченко от брака с Борисом Андроникашвили. У самой Людмилы Марковны были очень сложные отношения с Марией. В 1993 году Сенин и Гурченко расписались и оставались вместе до самого конца. Люся не стала в марте 2011-го. Сергей Михайлович больше не женился и до сих пор переживает, что «не додал любви, внимания, лишний раз не погладил ножку сломанную. Люся была для меня. Когда я буду уходить, я буду знать, что прожил жизнь небессмысленно, потому что рядом была она». Татьяна Догилева. Марина – дежурная в гостинице для иностранцев. С писателем-сатириком Михаилом Мишиным Догилева познакомилась в 1983-м, когда на Ленфильме снималась картина «Вольный ветер». Татьяна и не подозревала, что сценарист влюблен в нее уже давно. С тех самых пор, как увидел ее в одном из телеспектаклей. Правда, на тот момент Михаил был женат, воспитывал сына. К концу съемок Догилева ответила на чувства Михаила, но роль любовницы ее совсем не радовала. Они то расставались, то снова начинали встречаться. Все-таки любовь переборола чувства долга. Мишин ушел из семьи и женился на актрисе. Для Татьяны это был второй законный брак. Казалось бы, живи да радуйся, но неожиданно Догилева поняла, что в ней не очень развит талант жены. В декабре 1994-го в их семье появилась дочь Екатерина. У девочки обнаружились проблемы со здоровьем. А когда они были преодолены, Догилева почувствовала себя невостребованной. В кино ее больше не снимали, а с мужем они все больше отдалялись друг от друга. И Татьяна впала в жесткую депрессию. Утешение, как водится, искала в алкоголе. Мишин в это время погрузился в работу. Постоянно ездил в творческие командировки. Заботу о дочери возложили на няню. Когда Татьяна поняла, что находится на грани, то приняла решение лечиться и вообще полностью изменить свою жизнь. Они с Мишином стали жить отдельно, а в 2008-м оформили развод. Лечение в клинике помогло. Актриса избавилась от пагубного пристрастия, стала более уравновешенной. Сейчас 67-летняя Татьяна Догилева востребована в кино. Много играет в театре. О замужестве она больше не помышляет. А вот с бывшим супругом Михаилом Мишиным продолжает тепло общаться. Анастасия Вознесенская, Юлия, дежурная в гостинице для иностранцев. Семью Анастасии Вознесенской и Андрея Мехкова коллеги считали идеальной. Действительно, 58 лет совместной жизни – нечастый случай в актерской среде. Супруги жили замкнуто, тщательно пряча свой уютный мир от посторонних глаз. Красавица Анастасия познакомилась с Андреем, став студенткой школы-студии МХАТ. Всем первокурсникам было по 17-18 лет, а Мехкову уже исполнилось 23. Он поступил не сразу после школы. Увидев Асю в учебной аудитории, Андрей мгновенно понял, что именно она – женщина его судьбы. С самого начала Мехков и Вознесенская не афишировали личную жизнь. Никаких особых ухаживаний не было. А когда в 1963-м они расписались, об этом узнали только самые близкие. Вознесенская стала популярной довольно быстро. Сразу после окончания учебы она пришла в современник, пригласил сам Олег Ефремов. Ася настояла, чтобы в труппу взяли и ее мужа. Вскоре молодая актриса снялась в приключенческом фильме «Майор Вихрь» и, как говорится, на утро проснулась знаменитой. А вот Мехкова в ту пору еще никто не знал. Все изменилось в одночасье, когда на экраны вышла новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Популярность Мехкова набирала обороты, в то время как о Вознесенской начали забывать. Но Ася не особенно расстраивалась. Главное, что отношения в их семье были искренними, доверительными, антикварными, как сказала Алиса Фрейндлих. Своего мужа Вознесенская умела чувствовать на расстоянии. На съемках жестокого романа с Андреем Васильевич сильно поранил руку и вообще едва не погиб. Каково же было его изумление, когда в тот же день раздался звонок от жены. «Что случилось? Я вижу кровь на твоем рукаве!» Актер счел, что его супруга – настоящая провидица. «Они жили друг для друга, детьми так и не обзавелись. Нельзя сказать, чтобы это как-то нас травмировало. Я не знаю другой жизни, кроме театра, поэтому мне трудно сравнивать», – поделилась как-то Вознесенская. В пожилом возрасте актриса болела сахарным диабетом, а в 2013-м случился инсульт. Мехков трогательно ухаживал за своей Асей, даже писал для нее детективы. В 2021 году Андрей Васильевич умер от сердечного приступа на руках у жены. Не прошло и года, как вслед за ним ушла 78-летняя Анастасия Валентиновна. «Это была уникальная семья в нашем гадком и продажном киномире», – так сказал о них Станислав Садальский. Никита Михалков, Андрей, проводник поезда Первой супругой Михалкова была красавица Анастасия Вертинская, звезда культовых картин «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Этот учебно-тренировочный брак продлился недолго. По словам самой Вертинской, Никите нужна была женщина, живущая исключительно его интересами. И такая женщина нашлась. В 1973 году Михалков познакомился с моделью Татьяной Соловьевой. Случилось это на модном показе в Доме кино. Никита не замедлил подойти к понравившейся девушке и пригласил ее в ресторан. Перед первым свиданием подруги-манекенщицы тщательно поработали с лицом Тани, дабы она сразила кавалера на повал. И она сразила. Увидев ярко накрашенную девушку, Никита отвел ее в мужской туалет и заставил смыть весь макияж. Удивительно, но она приняла это как должное. Вот тогда Никита понял, что именно та женщина, о какой мечтал, понимающая и послушная. Вскоре после знакомства Михалкова забрали в армию. Он часто писал Тане письма, а когда вернулся, обнаружил, что по прежнему адресу девушка не проживает. Но настойчивый Никита отыскал возлюбленную в огромной Москве. Предложение руки и сердца Никита сделал в том же Доме кино. Он сразу предупредил Таню, что работа у него в приоритете и так будет всегда. А расписались они в Грозном, куда Михалков отправился на съемки своего фильма. Работники ЗАГСа были поражены, ведь жених, невеста и свидетели подъехали к зданию на громадном грузовике. Сама церемония тоже не обошлась без приключений. Заметив на полу мышь, невеста в ужасе вскочила на стул и не слезала до самого конца. Кольца у молодоженов были дешевые, сделанные из меди. Татьяна хранит их всю жизнь. Золотые Михалков купил уже потом, в Москве. Татьяна Евгеньевна не скрывает, что за полвека пришлось пережить всякое. Характер мужа трудно назвать ангельским. Она сумела отказаться от собственной карьеры и стать той самой идеальной женой, которая нужна Михалкову. Они вырастили троих детей. Кроме того, у Никиты Сергеевича есть старший сын Степан от брака с Вертинской. И все-таки Татьяна Евгеньевна реализовала себя не только в семье. В конце 90-х она стала руководителем благотворительного фонда «Русский силуэт», который оказывает поддержку начинающим талантливым дизайнерам. Сейчас Никите Сергеевичу уже 78, Татьяне Евгеньевне 76. Их семья сильно выросла. Появились 10 внуков и один правнук. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки.